В эфире Вектор ТВ. Время новостей. В студии работает Карина Херсан. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Три часа живого диалога. Прямую телефонную линию с горожанами провел мэр города Дмитрий Демидов. Символ веры, надежды и милосердия. Католики по всему миру отметили Рождество Христово. Праздничное богослужение прошли и в Новополоцке. Яркие краски новогодних огней. Городская благотворительная елка собрала вместе более полутысячи юных новополочан. Сказку каждому ребенку. Активисты Союза молодежи поздравили воспитанников социально-педагогического центра самым волшебным праздником в году. Сейчас об этом мы не только расскажем более подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями деловых кругов. Передает Белорусское телеграфное агентство. По словам президента, главная цель документа – создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. Разработанный по поручению президента страны декрет реально превращает Беларусь в одно из самых комфортных мест в мире для ведения IT-бизнеса. Причем мощный позитивный эффект от декрета почувствует не только IT-сфера, но и вся экономика страны. А значит, и каждый белорусский гражданин, сказал директор парка высоких технологий Всеволод Янчевский. Накануне прямую телефонную линию с горожанами провел председатель Новополоцкого горосполкома. Дмитрий Демидов на протяжении трех часов принимал звонки от населения с целью разобраться и помочь в решении вопросов, беспокоящих новополочан. Три часа живых вопросов, беспокоящих новополочан. За это время глава города принял десяток звонков и за каждым своя проблема, решить которую, кроме мэра, собрались специалисты практически всех отделов горосполкома, руководители и ответственные лица организации города. Обращение самое разнообразное – от сферы ЖКХ до трудоустройства. Но, пожалуй, самым злободневным стал звонок, поступивший от жительницы дома, который расположен рядом с учреждением Яслисад начальная школа. Двор перегружен транспортом, ведь большая часть родителей выбирает именно такой путь, возможно, сокращая время, но создавая небезопасную ситуацию, хотя центральный подъезд к школе обустроен. Создается проблема. Утром не уехать, потому что едет поток родителей, приводит детей. Вечером невозможно поставить за дворе машины, потому что еще идут занятия, фокусативы, праздники, и родители все поставят свои машины за дворе нашего дома. Глава города пообещал проработать этот вопрос вместе с отделом образования и жилищно-коммунального хозяйства и решить возникшую проблему. Кроме того, без внимания не останутся и другие поступившие звонки. По каждому будет принято соответствующее решение. Католики по всему миру отпраздновали Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли и в Новополоцке. Главная месса по традиции состоялась в костеле Пресвятого Сердца Иисуса Христа. Помолиться о мире и любви сюда пришли сотни верующих. День, который миллионам людей дарит веру и надежду. На молитвенных лавках в костеле нет ни одного свободного места. На праздничную мессу по случаю Рождества Христова горожане приходят в одиночестве либо ценными семьями. Новополоцкий католицизм – это вторая по количеству верующих конфессия. Его исповедуют около 14% жителей. Божье народжение – это такое святое, семейное святое. Пожидать в этот день с упокою, едностью, любовью, поразумением одним одного. И, конечно, веселое настроение. Сбираемся все разом, накрываем святочный стол и святкуем. После того, как побываем в костеле. Ну, самое главное – это, чтобы любовь была к ближним, детям, жене, ко всем родственникам и ко всем людям. Ну, я как доктор в операционах желаю, конечно, всем здоровья. И чтобы было спокойствие на душе и радость от жизни. И стремились и ко всему лучшему. Особое внимание убранству костела, елки, праздничные огни. И по традиции в центре у алтаря рождественский вертеп – пещера, в которой на свет появился младенец Иисус. Совсем рядом фигурки Девы Марии и святого Иосифа. И, кажется, двери в костер в этот день не закрывались ни на минуту. Ведь сотни верующих со светлыми мыслями стремились помолиться о родных и близких. И принять причастие на Рождество. Завершая праздничное богослужение, Ксюнс Александр обратился к верующим со словами рождественского поздравления. Примите Божие прославления. Пан с Баги. И Духа Твари. Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников, символ спасения души и вечной жизни. Отмечать его в католической церкви будут 8 дней, вплоть до 1 января, когда католики отпразднуют торжество Пресвятой Богородицы. Эти дни для верующих наполнены особой атмосферой – милосердие, добра и ожидание чуда. Ольга Баранова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Новополоцк подключился к республиканской благотворительной акции «Наши дети». Она ежегодно проходит в стране с целью поддержки детей, столкнувшихся с непростыми жизненными ситуациями, а также одаренных детей. Благотворительная новогодняя акция «Наши дети» проходит в Беларуси ежегодно. В этом году она стартовала 11 декабря. В ее рамках граждане Новополоцка стараются сделать новогодний праздник для детей незабываемым, радостным событием. Поздравляют их с Новым годом и Рождеством, дарят подарки, хорошее настроение и веру в чудо. Активное участие проявляют и представители администрации Новополоцка, предприятий, учреждений, организаций, общественной организации. Когда предприятия приезжают поздравлять либо какие-то социальные центры, социально-педагогический центр, центр коллекционно-развивающего обучения, то вот как раз во время таких поздравлений налаживается в дальнейшем шефская помощь. И затем уже предприятия по другим поводам также уже начинают дружить с воспитанниками, что нам также отрадно видеть и замечать. Учащиеся, проявившие себя в творческих, спортивных конкурсах, олимпиадах по школьным предметам, в рамках акции «Наши дети» примут участие в праздничных мероприятиях, в том числе на главной елке страны и областном новогоднем празднике с участием главы Витебской области. Новогодняя акция продлится до 10 января 2018 года. Атмосфера волшебства царила и в городском центре культуры. Более полутысячи юных новополочан помогали сказочным героям найти символ наступающего года. Кроме этого, в рамках городской благотворительной елки ребята получали поздравления и новогодние подарки. Атмосфера волшебства и сказки. Настоящее новогоднее чудо. В городском центре культуры оживали игрушки. Сегодня они искали символ грядущего 2018 года – собаку, для того, чтобы в новом году она вступила в свои законные права. На пути у оживших сказочных героев встречалось множество преград, и злые волшебники всячески мешали добрым героям. Но с помощью юных новополочан, а их в центре культуры собралось более 500, новогодние герои с легкостью преодолевали козни злодеев. Всегда накануне Нового года, этого такого замечательного праздника, которого ждут и дети, и взрослые, городские власти устраивают такую благотворительную елку для ребят из опекунских семей, детей, попавших в социально опасное положение, для ребят, которые имеют свои результаты и в творчестве, в спорте, отличники учебы, те, которые показали хорошие результаты на Олимпиадах. Театрализованное представление нашло отклик в сердце каждого ребенка. Дети переживали за сказочных героев, активно принимали участие в конкурсах испытаний и дружно повторяли волшебные заклинания, чтобы расколдовать символ будущего года. У них все получилось. Ребята, встречайте наших главных героев новогодней сказки! А вместе с ними символ нового 2018 года – собака! Мне нравится танцевать с друзьями, петь, ну и все здесь увлекательно, это программа. Мне сказали в школе, что я, ну, как бы из моего класса самая активная в конкурсах. Мне нравится петь песни, мне нравится гулять с друзьями, мне танцевать, мне все нравится. Городская благотворительная елка – это еще и поздравление от председателя городского совета депутатов. Олег Буевич пожелал каждому гостю исполнения желаний, успехов и крепкого здоровья. Своё новогоднее желание он тоже озвучил. Дед Мороз, мне к тебе есть две просьбы. Вот первая просьба, чтобы все ребята, которые сидят в этом зале, сегодня получили подарки. А вторая просьба, чтобы все ребята и взрослые, которые сидят в этом зале, в 2018 году были счастливы. Ну, а помогать тебе будет в этом, в том числе и городская власть. С Новым годом, ребята, с праздником! И действительно, с благотворительной елки без подарков не ушел никто. Ребята получили новогодние сладости. На этом развлекательная программа не закончилась. Далее дети принимали участие в творческих конкурсах, пели и веселились вместе со сказочными героями. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с новым наступающим 2018 годом. Желаем, чтобы наступающий год принес вам только хорошее, только доброе, радость, смех, веселье. Пусть сбудутся все ваши заветные желания любви, добра и счастья вам в Новом году. Дорогие новополочане, будьте здоровыми и счастливыми в Новом году. Верьте в чудеса, верьте в свою мечту и верьте в сказку. И все у вас обязательно исполнится. С Новым годом! Карина Херсиан, Артем Табаков, Вектор ТВ. Сказку каждому ребенку. Активисты Белорусского Республиканского Союза молодежи поздравили воспитанников социально-педагогического центра с самым волшебным праздником в году. Время добра, любви и милосердия. В эти дни в каждом доме ждут Деда Мороза, ждали его и в социально-педагогическом центре. Доброму волшебнику здесь помогают волонтеры, это активисты Союза молодежи. Долгожданные подарки, игры и, конечно, хороводы вокруг новогодней елки. Атмосфера праздника и веры в то, что чудеса обязательно случатся и у этих ребят. От лица волонтерского движения «Доброе сердце» мы решили поздравить воспитанников данного учреждения, потому что Новый год – это праздник, который должен быть для каждого и у всех. Мы хотели принести детям маленькую сказку, чтобы даже они чувствовали себя в какой-то маленькой волшебной стране, что Дедушка Мороз всегда знает, как они себя ведут и награждает их подарками за целый год. Сейчас в социально-педагогическом центре 10 воспитанников. Делать добро окружать вниманием и заботой тех, кто в нем так нуждается. Здесь занимаются этим всегда, но в дни новогодних и рождественских праздников, кажется, с особым усердием. Ольга Баранова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Площадь строителей станет основной площадкой для празднования Нового года в Новополоцке. И здесь развернется праздничная программа с участием творческих коллективов и сказочных героев. До наступления Нового года остаются считанные дни. Это время активной подготовки к празднику. Особенно для тех, кто будет создавать хорошее настроение городу в новогоднюю ночь. В нынешнем году единственной праздничной площадкой в Новополоцке станет площадь строителей. Сюда в новогоднюю ночь приглашают всех горожан. У главной городской елки развернется концертная программа с участием творческих коллективов Новополоцка. А юных новополочан порадуют сказочные герои ростовые куклы. В ночь с 31 декабря на 1 января перевозку пассажиров обеспечит автотранспортное предприятие номер 6, которое запускает дополнительные рейсы. В новогоднюю ночь с 31 на 1 января автобусы будут двигаться по маршруту номер 4. Будет 8 дополнительных отправлений. В автобусах обелечивать будут кондуктора. Ну и по сложившейся традиции кондуктора будут в костюмах снегурочек, водители в костюмах Дедов Морозов. Последний автобус будет ехать в 4 утра с диспетчерской станции под Костельце. Стоимость проезда на дополнительных маршрутах составит 60 копеек. Проездные билеты и льготы в новогоднюю ночь действовать не будут. Охрану общественного порядка в новогоднюю ночь обеспечит личный состав Новополоцкого городского отдела внутренних дел. Дежурство организуется как в местах проведения массовых мероприятий, так и в целом в городе. С нашей стороны будет с учетом праздника лояльный подход к гражданам. В свою очередь хотелось бы и от граждан понимание и соблюдение установленных правил поведения, не нарушать общественный порядок, не находиться в местах проведения массовых мероприятий, в состоянии сильного алкогольного опьянения, не использовать пиротехнические изделия в местах скопления граждан. Давайте сделаем так, чтобы Новый год у нас прошел спокойно, общими усилениями. Стоит отметить, что на площадках, где традиционно устанавливают праздничные елки, это в районе Василевцев и городского центра культуры, развлекательной программы для горожан не будет. Всех приглашают поддержать давнюю новополоцкую традицию – всей семьей встретить праздник на главной городской площади. Юлия Рубцова, Александр Акачан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. На этом все. Если вы что-то пропустили, программы Вектор ТВ доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале телерадиокомпании «Вектор». Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте. Хороших вам новостей. До новых встреч на Вектор ТВ. По прогнозам синоптиков, в среду 27 декабря в Новополоцке ожидается пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем до 2 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин